Приветствую, леди и джентльмены, меня зовут Слава Грис, и в своей второй книге «Ошибки разработчиков видеоигр. От идеи до провала» я упоминал, что напрасно некоторые начинающие разрабы сходят с ума и опускают руки из-за графики в своих играх. Мы далеко не все здесь художники, а покупать и заказывать графони и правда очень дорого, и для некоторых это становится причиной вообще не браться за разработку игр. Помимо сложности и стоимости хорошего визуального оформления, палки в колеса вставляет такое распространенное предубеждение, мол некоторые игры стали популярны только из-за графония, и без него нам прописан путь только на дно стима. И если в книге я пытался разбить это предубеждение, приводя в пример успешные игры с весьма таким схематичным визуальным оформлением, то в этом ролике я зайду с другого конца, и мы поговорим про игры, которые, на мой взгляд, выглядят замечательно, но никакой популярности они не завоевали. Напротив, эти проекты провалились к черту. Провал я буду определять по весьма такому абстрактному критерию по количеству отзывов в стим, потому что что еще у нас есть? Если отзывов меньше тысячи, то это означает, что приблизительно примерно каждый 60-й игрок отписался о своих впечатлениях. Если вы надумаете посчитать прибыль, исходя из этой приблизительной цифры, и умножить количество отзывов на 60, а потом умножить на цену игры, то не забывайте, что две трети продаж, они приходятся на распродажи, на которых игра продается как бы не за полную цену. Также существуют региональные цены, и игра, допустим, там стоимостью 10 баксов, на самом деле в среднем стоит 7 баксов. А также 30% от остатка заберет сама платформа, то есть сам стим, 10% составят возвраты, и налоги будут варьироваться от 6 до 25% в зависимости от страны обитания разраба. Так что не нужно брать количество отзывов, умножать их на 60, и умножать полученную на стоимость игры в долларах. Вы увидите действительно хорошие цифры, которые не имеют ничего общего с правдой. Итак, погнали! Первым примером подслужит игра Пронти. В ней мы играем за такое рыбообразное существо, и следуем затонувшие города, для оформления которых крайне редко используются эффекты размытия, и даже задние фоны пририсованы чётко и так детализированно. Здесь объём в данном случае создаёт не дешёвое размытие, а цветовые палитры, которые играют на пользу в воздушной перспективе, но в данном случае в водной перспективе. Изюминки стилю придают какие-то арт-деко элементы в оформлении как интерфейсов, так и некоторых локаций. Из-за этого стилистическая игра выглядит весьма уникально, а сами путешествия по этому симпатичному миру разбавлены неплохими такими комиксными вставками в таком очень классическом и привычном стиле с обводкой чернилами. Притом, кстати, графики в игре достаточно много, мы не лисозреем одну локацию в одних тонах много-много часов. Но, тем не менее, у Пронти с ноября 2021 года набрался всего 561 отзыв. Следующий, куда более провальный проект, называется Soul Delivery. Тут мы играем за робота-доставщика в очень интересно нарисованном киберпанк-мире. Людей тут почти не осталось, всё населили машины, и удивительно было создать такой живой мир без всякой живности и людей. Здесь очень крутая работа с освещением. Мне кажется, что никакого колхоза тут во всех этих ярких эффектах нет, всё конкретно в данном случае выполнено так лаконичненько и со вкусом. Немногим разработчикам это удается. Здесь нет пересветов, и палитра выдержана в хорошо сочетающихся друг с другом тонах. Картинка неплохо оживляется погодными эффектами, всякими летающими кругом частичками, анимированными объектами на заднем плане и такой водичкой на переднем. Мне лично очень нравится эта смесь плоского стиля, где всё построено из таких простых геометрических форм, и смешано с трёхмерным освещением, которое эти формы делает интересней и объёмней. Меня удивило, кстати, что кто-то принял такую качественную работу за что-то, нацарапанное нейросеткой. Я следил за этой игрой задолго до того, как нейросетки научились рисовать, и могу подтвердить, что всё здесь заботливо сделано ручками, и сделано хорошо. Но игру это не спасло. У Soul Delivery с мая 2023 года набралось всего три. Три, мать его, обзора! Другая игрушка — это Out of Line. Как и в Промте, визуальной составляющей я могу докопаться только до анимации. Костная анимация — это не лучший выбор, когда вы действительно заморачиваетесь с визуальным стилем. Классическое смотрелось бы куда уместней. Но в любом случае кости позволили создать весьма такого детализированного персонажа, который не выбивается из окружения, что идёт на руку скриншотом, но куда хуже выглядит в самой игре. Тут мы управляем роботом, который умудрился сбежать с фабрики, где он был создан, и теперь всякого рода злые машины преграждают ему путь. В стилистике этой игры меня прикалывает то, что тут прям видны мазки кистью, и Out of Line напоминает такую ожившую картину. В ней очень тяжело отделить один объект от другого. Из-за таких мазков игра кажется целостной, а не собранной из стайлов. И в этой грубости есть свой шарм. Объём тут создаётся путём уменьшения детализации у объектов на заднем плане, и всё той же воздушной перспективой. И снова никакого размытия, что придаёт стилистике интересную такую изюминку. Особенно мне понравилось, когда куча объектов приходит в движение, и если все эффекты, вроде пара и тумана, были бы точно так же нарисованы такими же грубыми кистями, то картинка радовала бы глаз ещё сильнее и смотрелась бы целостней. Тем не менее, Out of Line всё равно наголову выше многих даже успешных видеоигр. Но у неё 101 отзыв с июня 2021 года. Следующий проект меня удивил тем, что создавая JRPG, ребята не ударились в тотальное аниме, а изобретали собственный стиль, весьма умело намешав всего в одну кучу. Этот проект Крис Тейлз. И тут мы видим персонажей в таком плоском стиле, брошенных на трёхмерные локации, которые всячески стараются быть похожими на 2D. В Крис Тейлз весьма специфичные такие цветовые палитры, которые явно придают игре узнаваемости. А костная анимация здесь перемешана с классической. Что меня ещё лично крайне порадовало, так это эффекты. Уже привыкнув к размазанным таким белым вспышкам на полэкрана, я был приятно удивлён лицезрее классические двухмерные цветные эффекты. Притом они хорошо проанимированы. Ещё лично мне очень нравятся интерфейсы во время битв, они сделаны со вкусом и куда веселее, чем всякие скучные квадратные менюшки. Я отдельно также отмечу, что графики здесь дофига. Крис Тейлз, она проходится в среднем за 20-25 часов, и она регулярно отправляет нас во всякие совсем по-новому отрисованные места. Можно спорить о токсичности цветовых палитр, но с тем, что у них есть узнаваемый такой стиль, и в том, что многие люди могут сесть это симпатичным, включая меня, с этим спорить не стоит. Тем не менее, у Крис Тейлз с июля 2021 года всего 267 отзывов. И я не хотел включать в этот список пиксель-арт, потому что есть масса игроков, которые от него устали, и которые убеждены, что пиксель-арт это просто и дёшево, когда как это один из самых сложных и дорогих видов изобразительного искусства, но в любом случае, мимо Флинн, Сон оф Кримсон пройти я не смог. Во-первых, игра хоть и достаточно короткая, её можно пройти часов за 5-6, тут огромное количество локаций, и опять же, очень много графики и объектов, так что бегать по 2 часа и наслаждаться одной цветовой палитрой тут не придётся. Отношение к самому пикселю тут весьма бережное, травинки проанимированы покадрово, ручками, а не шейдерами, которые пиксели ломают, эффекты всяких вспышек и ударов тоже раскрашены в разные цвета, и никакой разнопиксенности не содержат, а стилистически игра выдержана почти от самого начала до самого конца. Я могу сделать ей замечание только за локацию с поджиганием факелов, где внезапно по общей стилистике нанесли удар и стали использовать цветовые эффекты, но всё равно вышла симпатично, хотя как-то и не в тему. В любом случае, отнюдь не из-за графики или уровня с факелами, игра собралась с сентября 2021 года, всего 248 отзывов. И больше не отвлекаясь на пиксель арт, давайте-ка вспомним стиль, так выстреливший в 2013 году и больше ассоциирующийся с мультфильмами, чем с играми, хотя чудесно подходящий и тому и тому. В Minus of Island мы видим чёткие контуры, лаконичные палитры, весьма жёсткие переходы между светом и тенью, и всё это выглядит очень выразительно и мультипликационно. Маленькая детализация объектов позволяет разработчикам нагромоздить их на экран целую кучу, создавая такую чертовски насыщенную и очень детализированную картинку, которую хочется рассматривать, и где объекты не сливаются при этом в кашу, а каждый отделён от другого своими чёткими цветами и своим толстым контуром. Мне очень нравится, что эффекты, да и в частности отражения, сделанные программно, не особо сильно-таки выбиваются из общего такого плоского стиля, и при этом чудесно с ним гармонируют. Кое-где даже удачно вписаны и трёхмерные эффекты. В определённые моменты игра правда начинает сходить с ума, и уже совсем перегружает свою картинку, становясь проектом весьма на любителя. К такой кислоте и правда нужно привыкать, но таких эпизодов на всю игру от силы минут 20, и чаще изображение перед нашими глазками, оно всё-таки куда более спокойное. Как итог, мы и от кислоты не устаем, и лаконичность не успевает приесться, баланс в этом деле это важно, но тем не менее у игры 409 отзывов с июня 2021 года. А переключаясь на проекты, где куда меньше отрисовано именно ручками, и куда больше повторяющихся элементов, как чаще всего и бывает на самом деле в играх, перейдём к проекту Aspire Inner Tales. Сиелитическая игра находится где-то между Soul Derivere и Chris Tale. У нас здесь снова плоский стиль, и при этом масса приятных эффектов вроде отражений. Есть пара экспериментов с освещением, вот обратите внимание на всякие лучики света, они оживляют картинку вместе с такими разнообразными частичками, листочками и прочими приятными мелочами. Эта платформерная головоломка выглядит спокойно, лаконично и крайне выдержанно. Мне нравится, что тут превалируют такие тянущиеся вверх прямые линии, отдаёт арт-декошностью, которую я очень люблю, но которая не так хорошо читалась в промте из-за более сглаженных углах на поверхностях. Дизайн персонажей здесь тоже весьма неплох, и они вполне могли бы стать очень узнаваемыми, если бы игра стала популярнее. А так у Aspire всего 160 отзывов с декабря 2021 года. И с каким большим удовольствием я отойду от скелетных анимаций и посмотрю на игру с классической анимацией, которая иронично называется «Скелетак». Наиболее интересен здесь, конечно, дизайн персонажей, отсылающий нас к таким мрачноватым мультфильмам Диснея старой школы. Выглядят они выразительно и колоритно, их очень-очень много. Вся игра построена на самом деле вокруг персонажей. Локации здесь становятся наиболее интересными именно в тех местах, когда через локацию нам рассказывают что-то о встреченных нами героев, и локация является как бы частью их образа. В целом, сами же локации не особо соответствуют стилистике уже упомянутого Диснея. Здесь мы снова видим обводку объектов, достаточно жесткие переходы между светом и тенью на одних и тех же объектов, и стилистика окружения здесь ближе к мультипликации нулевых, но с двумя «но». Во-первых, тут-таки добавили размытие для создания глубины картинки. Во-вторых, здесь есть этот любопытный легкий эффект такого сдвига по RGB, который придает картинке свою изюминку. Такой эффект он наблюдался на VHS, и тут мы смотрим, будто на что-то записано на такую очень качественную VHS-кассету. Игра сильно проседает в анимациях, они не то чтобы очень кривые, они просто достаточно дубовые и не используют тех возможностей, которые есть при создании классических анимаций, то есть придания персонажам такой эластичности, гибкости. Только вот в любом случае на скриншотах все это выглядит изумительно, а популярными становились игры с еще менее выразительными анимациями. Ведь стать популярнее, чем Skill Attack, не так уж и трудно. У игры с июня 2020 года всего 70 отзывов. И раз уж мы отошли от такой красочности и кислотности и поговорили про скелетиков, давайте-ка и дальше будем погружаться во мрак и вспомним проект Children of Silent Town, также обладающий весьма индивидуальным таким и любопытным стилем. В окружении мы снова видим весьма грубые кисти, в этот раз уже более так заточенные под натуральные и использующие мягкие, немного такие выцвевшие цвета, что выглядит весьма интересно в сочетании с очень густыми, такими почти полностью черными тенями. И с одной стороны, плохо, что локации очень редко проанимированы даже программно, тут не часто колышется травка и кустики, но с другой стороны, точкой притяжения взгляда всегда становятся персонажи, коих тут целая тьма. Почти на каждом экране нас ждет кто-то с этими такими большими, с запоминающимися белыми глазами, пустота в которых реально способствует тому, чтобы они стали точкой притяжения взгляда уже игрока. Если говорить про уникальность, то лично я могу назвать атмосферу Silent Town одной из самых необычных в играх, которую я видел. И если вы знакомы с чем-то похожим, дайте знать, я с удовольствием и на это обращу внимание. Эдакая бёртовщина в тонах выцвевших открыток с выкрученным контрастом лично мне кажется очень уникальным и таким непривычным явлением. Разбавить это дело классической анимацией, так я вообще стал бы фанатом Silent Town, но едва ли дело только в анимации. 367 обзоров с января 23 года, это конечно лучший результат для игр из этого списка, но тем не менее это все еще провал. И последняя игра в списке это Венжия. 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 Я понятия не имею. Она очаровала меня еще много лет назад и вызвала недоумение своей непопулярностью. При взгляде на нее сразу на ум приходят сравнения с Ори, а точнее с первым уровнем Ори, ибо дальше эта игра хоть остается приятной на вид, но уже теряет в этой такой первоначальной уютности и сравнивать ее поздние уровни с нашим последним пациентом смысла как бы не имеет. Венжия прилагает нам роль такого кастомизированного котика, и мы быстро осознаем, что это не Ори. Котик невероятно мал по сравнению с тем здоровенным миром, в котором он оказался, и все происходящее вызывает совсем иные ощущения. Игра не тесная, деревья здесь высоченные, поля простираются до самой линии горизонта и выглядят просто эпично. Даже пещеры здесь и те ощущаются невероятно огромными, вы просто посмотрите, как далеко уходит задний план с этими темными замыленными камешками. Это создает такую иллюзию, что мы внутри какой-то полой горы, а не просто сети туннелей. Может это субъективно, но игра Венжия, я чувствовал простор вокруг себя и собственную незначительность, которая способствовала еще как и беспомощность главного персонажа, так и высокая сложность игры. Разработчики игры были осведомлены о том, насколько просторным и массивным ощущается мир их игры, и интересно это используют, нарочито сужая локацию прямо перед тем моментом, как выплюнуть нас на очередные живописные просторы без потолка над головой. Из такого подхода игра, правда, убавляет в уютности, мир кажется более пустым и таким зловещим, это подчеркивают холодные тона даже в цветущем лесу, но он явно не убавляет в красоте, и определенная оригинальность в таком размахе все-таки имеется. У игры Венжия 238 отзывов с 2018 года. Какой вывод можно из всего услышанного сделать? Красота не залог успеха. Что-то из перечисленных мной игр могло показаться вам некрасивым или безвкусным, но если пытаться быть объективным, то в любой из десяти игр можно заметить колоссальную работу именно над графикой. Даже если она вам не нравится, спорить с тем, что люди потратили кучу часов именно на графоне в этих примерах, не стоит. Вот я, например, пересилил себя и включил в список игры со скелетной анимацией, которую я так ненавижу. Через мои личные убеждения, когда я смотрю на эти игры, все равно пробивается голосок, мол, чувак, да тут работы столько, что ты едва ли так же круто нарисуешь все это сам. Оттого игры и оказались в списке. В общем, видеоигра – это комплексное произведение. Качество исполнения разных элементов может варьироваться, и не обязательно быть даже на одном уровне, чтобы игра стала хитом. Выкрученная на максимум графика спасает не всегда. И не нужно думать, что будь у вас 99 классов художественного образования, вы бы 100% сделали хит. А сейчас, мол, отсутствие навыков держать кисть оправдывает ваше бездействие. Нет, не оправдывает. Я показал игры, авторы которых правда восхитительно обращаются с графикой, у которых действительно 99 классов художественного образования, но это им не помогло. Потому что дело не в графике, причины везде разные. В своей второй книге «Ошибки разработчиков видеоигр от идеи до провала» я, например, пытаюсь разобраться, почему такая приятная на вид игрушка с идиотским названием Lil Baby Pops Nightmares получила всего 9 отзывов с января 2023 года. По ней видно, что это не хит, но черт возьми, не 9 же отзывов. Обязательно предзаказывайте книгу, чтобы прочитать все эти наблюдения. Искать причины малого внимания публики к таким проектам это вообще очень увлекательно и может мы когда-нибудь этим еще займемся. А пока не сходите с ума насчет графики и делайте все как умеете. И ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока.